Что волнует молодых корееведов? Один клик, и ты знаешь всё об институте. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Эльвина Габрахманова. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет на сегодняшний день 52,5%. Среди всех преобладает свиной грипп. Он выявлен в 82 субъектах страны. Как же с ним бороться, смотрите далее. Рост заболеваемости граждан Российской Федерации растет не по дням, а по часам. Люди стали более уязвимы к вирусам гриппа и ОРВИ. Россия медленно, но верно приближается к началу полномасштабной эпидемии гриппа. И на этот раз мы столкнулись с самым опасным и агрессивным штаммом H1N1, который еще принято называть свиным гриппом. По расчетам Роспотребнадзора, пик заболеваемости придется на Новый год. Ничего в этом удивительного нет. Это действительно каждый год в это время происходит подъем респираторных заболеваний. Свиной грипп – острое инфекционное вирусное заболевание, вызываемое несколькими серотипами гриппа типа А. Болезнь протекает с типичными проявлениями гриппозной инфекции, сухим кашлем и интоксикацией. Клиническая картина при свином гриппе типична для гриппозной инфекции. У подавляющего большинства больных заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой форме без осложнений и продолжается не более пяти дней. На первый план при гриппе выступает синдром интоксикации, который проявляется выраженной ломотой в мышцах и суставах, головной болью, ознобом, общей слабостью, болью при движении глазных яблок, светобоязнью и слезоточением, рвотой и диареей. С симптомами разобрались, а что приводит людей к данному заболеванию? Это связано с несколькими факторами. Во-первых, люди возвращаются из отпусков, дети идут в школы, плотность контактов, то есть количество контактов между людьми возрастает. И это приводит к тому, что вирусы лучше передаются от человека к человеку. Во-вторых, воздух становится суше. А это значит, что наши слизистые тоже подсыхают, а слизистые нашего организма – это первый барьер, который вирус должен преодолеть для того, чтобы попасть в организм человека. И если воздух стал сухим, слизистые подсохли, то вирусу легче попасть в организм. В-третьих, температура на улице падает, а значит, люди меньше времени проводят на улице, больше времени проводят в помещениях, и это тоже приводит к тому, что люди больше общаются между собой, а значит, и вирус лучше передается от человека к человеку. Последние два года в связи с ковидом были применены жесткие ограничительные меры, которые помогли справиться не только с коронавирусной инфекцией, но и другими респираторными заболеваниями. Казалось бы, что это только улучшило здоровье граждан, но есть и вторая сторона медали. Человечество два года не болело гриппом, и значит, у него снизился так называемый коллективный иммунитет против гриппа. Все это может привести к тому, что тот грипп, который уже сейчас циркулирует, H1N1 или так называемый свиной грипп, он может дать достаточно большую вспышку заболеваемости. Снизить риск заболевания свиным гриппом помогут основные меры профилактики. Избегать места скопления большого количества людей. Если избежать посещения общественных мест невозможно, носить средства индивидуальной защиты, например, маски. Как можно чаще мыть руки, пользоваться спиртосодержащими, дезинфицирующими средствами, ежедневно менять полотенца, не пользоваться полотенцами в общественных местах. Полноценно питаться особенно важны белковые продукты и витамины. И вовремя прививаться. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете состоялось открытие второй Всероссийской конференции «Профессиональное развитие обучающихся и трудоустройство выпускников» совместно с МГИМО «МИД России». Все подробности в сюжете. И, конечно, одна из задач, я думаю, которая стоит и перед университетом, и перед государством в целом, это поддерживать таких ребят. В императорском зале Казанского федерального университета состоялось открытие второй Всероссийской конференции «Профессиональное развитие обучающихся и трудоустройство выпускников» совместно с МГИМО «МИД России». Основной вектор мероприятия направлен на то, чтобы найти и подготовить специалистов, конкурентно способных как на российском, так и на международном рынке труда. Приоритетная задача российского высшего образования, которая требует обсуждений и понимания ключевых аспектов такой деятельности. Поэтому сегодня у нас в нашей аудитории присутствуют не только руководители центров карьеры и представители университетов, но и студенты. Мы поделили мероприятие на несколько блоков, и первый блок — юридические. Мы будем освещать юридические аспекты трудоустройства, причем не только для российских граждан, но и для иностранных студентов, потому что мы считаем, что иностранным студентам тоже было бы полезно начинать работать уже сейчас и выстраивать свою карьеру здесь, несмотря на то, что большинство из них в целом уже понимает, куда пойдет дальше. Центральной темой конференции станут роль и функционирование центров карьера в двух парадигмах — российской и международной. Выстраивание профессиональной карьеры для студента и выпускника должно учитывать эти два аспекта — находиться в постоянном взаимодействии с работодателями, как государственными, так и частыми структурами, общественными, профессиональными организациями и консалдинговыми агентствами. И для нас очень важно ознакомить вот этих ребят с тем, что же им предстоит узнать о своей будущей профессии. У нас ребята будут участвовать в гибридном формате, это онлайн-подключении, и в очном формате наши студенты принимают участие. Студенты совершенно различных направлений подготовки, по всем 13 направлениям подготовки у нас будут представители, ну и различных курсов. Напомним, что с организаторами конференции выступают Казанский федеральный университет, Московский государственный институт международных отношений, Министерство иностранных дел России и Общероссийская ассоциация центров карьеры. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. 25-й международный научно-практический семинар для молодых карьеведов состоялся в Институте международных отношений. Какие тенденции обсудили специалисты, узнаете в следующем сюжете. В Институте международных отношений состоялся 25-й научно-практический семинар для молодых карьеведов. Мероприятие было организовано Казанским федеральным университетом совместно с Российским историческим обществом и Южнокорейским научно-образовательным институтом. С приветственным словом выступил проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев. Он отметил, что в настоящее время интерес к культуре Кореи со стороны студенческого сообщества повышен. В рамках семинара у нас принимают участие не только представители Казанского федерального университета, но и из Челябинского государственного университета, Волгоградского государственного университета, а также из Уфимского института науки и технологий. В сегодняшнем семинаре принимает участие 52 человека. Все они активно занимаются исследованиями в сфере карьеведения. По словам участников и организаторов, главная цель семинара – развитие карьеведения в России. Анализ и изучение не только культурной среды, но и экономики, истории и политики. Среди тем, которые представили студенты – корейская киноиндустрия, особенности национальной росписи, дизайн и международные отношения. Как сказать, нам важно изучать комплексно все темы, то есть и политику, и культуру, и экономику. То есть, например, мы – историки и культурологи, по большей части, поэтому нашим полем интерес является история культуры. В рамках семинара молодые специалисты смогли не только поделиться результатами исследований с коллегами из разных регионов. Они также рассказали о собственных наработках и опыте проведения мероприятий, привлекающих внимание к корейской культуре. Маргарита Михайлова, Никита Атиньшин, Универньюз. Студент Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета разработал уникальное приложение, в котором собрано все самое нужное и необходимое для учащегося. Чем оно полезно, расскажем далее. Равиль Гатин – студент 4-го курса экономического отделения Набережно-Челнинского института КФУ, который разработал уникальный программный продукт, сочетающий в себе систему учета и элементы социальной сети. Регас – многофункциональное приложение для студентов, сотрудников вуза и членов студенческого самоуправления. Оно автоматизирует систему учета в студенческом общежитии, а также централизует все источники информации по вузу. Регас учитывает данные о проживании студентов, корпус, комната, этаж и их бально-рейтинговую систему в общежитии. Ведется учет достижений и нарушений. Кроме этого, в приложении можно посмотреть информацию о расписании дежурства на этажах, подать обращение руководству вуза и многое другое. Регас обладает пользовательским и управляющим функционалом. В числе пользовательских функций могу выделить регистрацию аккаунта студента и просмотр данных о себе, просмотр информации по вузу и общежитию, взаимодействие с другими пользователями и использование GPS-навигатора для поиска зданий вуза. Это актуально для первокурсников как раз таки. Из управляющего функционала могу выделить работу со списком всех проживающих с многоуровневой фильтровкой и сортировкой, введение к бально-рейтинговой системе, создание различных отчетов. Отметим, что на сегодняшний день приложение действует только внутри набережной Челнинского института КФУ. Однако, по мнению разработчика, Регас является универсальной системой учета. И при желании его можно внедрить и в другие общежития Казанского университета. Приложение многофункциональное, ведь оно доступно как на смартфоне, так и на компьютере. Совершенно не важно, дома или на работе, у пользователя всегда есть доступ. Однако, необходимо подчеркнуть, что в данное время скачать Регас можно исключительно на смартфоны с операционной системой Android и компьютеры на Windows. По словам Рави Ленгатина, идея о его создании пришла не просто так. На базе студенческого общежития Набережной Челнинского института КФУ был проведен анализ действующей системы учета проживающих, в которой были обнаружены недостатки. Они заключались в традиционных методах ведения учета, в негибкости и немасштабируемой системе. Поэтому я предложил руководству автоматизировать систему учета. И хотя руководством вуза применяются различные электронные ресурсы от КФУ, такие как система общежития, то Регас, в отличие от аналогов, будет доступен не только руководству, но и членам студенческого самоуправления и обычным проживающим. Регас – не просто красивое и интересное название. Оно происходит от словосочетания «регистрировал аккаунты студентов». В планах разработчика выйти на новый, более масштабный уровень и осчастливить десятки тысяч студентов по всей Республике Татарстан. Карина Саяхова, Ленаргий Затулин, Универньюс. В рамках проведения года цифровизации в Республике Татарстан 12 декабря в IT-парке прошел конкурс по разработке цифровых решений «Татархак». Это масштабное мероприятие, во время которого школьники, объединяясь в команды, сообща решают какую-то проблему, адаптированную под возраст подростков за ограниченное время. В конкурсе приняли участие семь команд, в том числе и четверо ребят из лицея Лобачевского. Суть задания заключалась в том, чтобы найти проблему в одной из представленных тем и подобрать грамотное решение. Лицеисты победили в номинации «Самое продуманное техническое оснащение». Отметим, что это первый подобный опыт для лицея Лобачевского. На этом все. В студии была Эльвина Габрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!